Значит, мы сегодня постараемся поговорить и рассмотреть восприятие с позиции обычной математической теории аналоговой обработки сигнала. Ну, потому что мы известно же, что мы что-то там воспринимаем. И здесь накоплен большой опыт на самом деле людей. Я хочу показать, что человек в каких-то смыслах является аналоговой машинкой, просто-напросто, которая просто обрабатывает сигнал, и как из нее что получается. С этой позиции мы попытаемся осмотреть классическую теорию восприятия Платона, Аристотеля, Канта, Фихта и кого-либо еще. И, как ни странно, наша позиция будет напоминать как третику с позиции аналитической философии, то есть состровой философии, философию континентальную, то есть трансцендентальную. Вот. То есть опять мы говорим о восприятии, и эту концепцию восприятия мы пытаемся ее подтвердить, либо ее конкретизировать, либо просто-напросто ее разрушить. Так. Значит, у нас есть старая проблема, на которую внимание обратил, наверное, далеко не первый Платон, но первый, кто ее хорошо обработал, это действительно Платон. Она состоит в том, что если мы не знаем, что такое елочная шишка, то мы не знаем, не видим шишку. Если мы не знаем, что такое стол, то мы не видим стола. Если мы видим, что такое стул, мы тоже не видим стул. Оказывается, таким образом, что наше знание, оно всегда предшествует нашему восприятию. Отсюда следует знаменитая платоновская теория... Это задается в момент состояния. Возможно. Отсюда следует знаменитая теория платоновской метапсихоза, то есть переселения душ. Она состоит, что некая душа, где-то в потустороннем мире, наблюдая некие истины, светлые, то есть эйдесы. Потом она эти эйдесы как бы знает, но немножко подзабыла. Когда эта душа оказывается в человеческом теле, она, имея эйдес лошади, она видит всякую лошадь и пропоминает. Так это же лошадь. И видит лошадь. Потом это знание неактуализируется, и таким образом... Таким образом человеческая душа живет. Ясно, что здесь ничему новому научиться нельзя как бы. Здесь ясно, что здесь метапсихоз обязательный. То есть есть некое предвечное сосуществование, и в нем мы наблюдаем некие вечные эйдесы. Что здесь интересно с нашей точки зрения? Интересно, что эйдес, то есть идеальный прообраз предмета, в этом смысле однороден с воспринимаемым предметом. То есть лошади, эйдес, лошади, они в каком-то смысле однородны. Эту позицию немного по-другому изучает Аристотель. Для него эйдес, то есть форма, и то, чему он продает эту форму, то есть то, что становится предметом, то есть некая материя, они вещи разнородные. Форма шара делает медь медью. Но форма шара здесь сейчас превращается тем, что она неоднородно получившаяся медью. В самом деле у нас есть нечто неразличенное, материя, она не обладает нисколько свойствами медности. Когда мы в нее накладываем некую пространственную форму, то оказывается, что мы превращаем ее в медь. И вот перед нами медный шар. Видно, что форма некая, ну ее позже уже называли трансцендентальной формой, то есть априорной формы, превращает некую сущность в то, во что она превращается. Легко видеть, что во многом позиция Канта, она сходна с позиции Аристотеля. В самом деле у нас есть некоторая вещь, та, которая становится вещью, в тот самый момент, когда она оформляется в двух формах. Априорной, априорной, то есть трансцендентальной формы. Пространство, то есть внешнего чувства, и формы чувства внутреннего, то есть во времени. Тогда она превращается в то, что она превращается. Но говорить, как и у Аристотеля, о материи, как нечто данное нам, в каком-то смысле, о ней нельзя. То есть о меди нельзя говорить до той поры, пока форма шара сделала медь медью. Точно так же и о Кантовской вещи в себе говорить нельзя. До той поры, пока две априорные формы, пространство и время не превратили ее в нашу вещь, то есть ее в наш предмет. То, что противопостоит именно нам. Вот. Такова ситуация. Замечу, что здесь есть интересное свойство. И для, по всей видимости, Аристотеля, хотя и может быть и нет, но уж совершенно точно для Канта, потому что это специально расшифровывает Фихте, есть некоторое качество, не имеющее отношения к форме. Например, красное. Фихте говорит, что что вещь предоставленная вне формы, как бы, да, представляет собой простое качество, то есть просто красную точку. Вот красную точку и все. Но говорят кредики того же Наговицина, как можно говорить о качестве, то есть о красноте точки математической. Нельзя никак говорить о ней. С точки зрения Фихте, вот именно самая эта краснота распространяется по некой поверхности. И получается красный пролетарский флаг, например, или красные пролетарские трусы, и что там, кому еще нравится. Вот, такова она, значит, ситуация. Это очень интересно. То есть, вот, например, Олег Михайлович пытается построить свою философскую систему. Первый, насчет того, что и качество, то есть вот эта определенность некоторой вещи, она у нас формируется тоже, ну, к этому имеет прямое отношение сознание. То есть, нельзя говорить о качестве как таковом, то есть вот этой красной точке. Это тоже чрезвычайно интересная попытка. Очень интересная попытка. Но мы сегодня это, может быть, чуть-чуть коснемся и чуть-чуть это обсудим. Вот, такова наша интересная задача, перед которой мы стоим. Вообще говоря, о предконцентальной философии, и этим начал в первую очередь заниматься Аристотель, нельзя говорить о привычной для нас парадигме, предмет, он воздействует на органы чувств, а эти органы чувств, они как бы отображают сознание и так далее, и так далее. Такой разговор является запретным, в этом смысле, для философии. Аристотель совершенно правильно указывает на эту образу, чтобы понять органы чувств и, собственно, предмет, нужно на них посмотреть как бы другим органам чувств, а на того третьим, а на того четвертым. Это называется регрессом бесконечности. А бесконечность, как и ноль, есть некие вещи, совершенно запретные для греческой философии. Вот. Такова эта ситуация. То есть состояние наших чувств это как бы и есть в этом смысле наш предмет. Но тоже мы с этим попытаемся сегодня поработать. Парадигма, по всей видимости, такая. Но, тем не менее, отказываться полностью от натуро-философского взгляда на суть вещей не стоит. Поэтому я и говорю, что сегодняшняя наша позиция, она будет попыткой взглянуть на вот эту описанную греческой философии нового времени ситуацию с позиции, как ни странно, аналитической философии. То есть я все больше и больше прихожу к тому мнению, что я все-таки аналитический философ. Вот. Значит, как картинку можно теперь давайте обрисуем? Теперь, вот это восприятие. У нас есть сетчатка, например, человеческая. И там вот эти колбочки всевозможные, трех видов, трех цветов, в каждой точке. И от них считается, что идет у нас куча нервных окончаний. И они воспринимают это дело, по всей видимости, двумя способами. Передаем привет Олегу Михайловичу. Значит, первый способ интенсивность воздействия. И второй цвет комбинации. Вот они все по три вот так скомплементованы, почти как телевизор. И от них идут нервные окончания. С этой позиции можно говорить, что у нас есть некое многообразие. У нее сложная поверхность, поэтому это многообразие в математическом смысле. То есть задать ее икс-лигеринг. И из этого многообразия у нас идет тоже на некоторую позицию r2. То есть где r это вещественное число. Это два показателя. Это интенсивность и цвет. То есть цвет может быть различный тоже. То есть некий континиум пробегающий. И здесь. То есть вот у нас есть вот такая забавная функция. Таким образом мы описываем нашу картину некоторые функции f от x. Вот она. То есть f от x, y я бы даже сказал. В самом деле я буду везде писать f от x. Вот таким образом она векторная. Вот. Что у нас в качестве аргументов? x и y это что? x и y это некоторые координаты, которые ты можешь задать на осечательные. Вот и для глаза. И для уха точно так же. Ну вот простая она картинка. Я привлекаю в них естественно научные объяснения. и пытаюсь сказать, что у нас есть картинка, которая на сетчатке. То есть здесь видите нет никакого предмета. Здесь есть просто то, что формируется на сетчатке. У тебя есть нервное окончание, к нему там две колбочки, да? Три. У рака-оршельника, по-моему, рекорд то ли 12, то ли 8, не помню уже. Различного вида. Представляете, как он мир видит? Зачем рака-оршельника так и видит? Даже не рака-оршельника, как он называется, который научился стрелять кусочком паром-то, убивать своих жертв. Вот этот тот самый бар. Неотшельник, да. Неотшельник, другой. Который вот этот. Ну ему, наверное, надо на арене прицелиться и кусочком пара так бавах убивает такая штука. Вот. Но нам не важно. Нам надо как бы вот здесь есть вот какая-то некоторая функция, которая есть функция как бы отображения. То есть она является у тебя картинка возникла, это означает, что у тебя на этом многообразие, скажем, что-то там активизировалось. То есть картинка не то, чтобы видеть шум, некий шум, некое распределение, чего мы не знаем. Которое она состоит. Теперь у нас, я утверждаю, пытаюсь вот это сказать, что у нас есть некоторая система, которая эту картинку выполняет некоторое аналоговое преобразование. Почему аналоговое преобразование? Ну, не цифровое же. Аналоговое. Сейчас вот произошла странная вещь, что возникло в нашей культуре такое представление, что диджитал, то есть цифровое, это всегда хорошо, а аналоговое, это очень допотопно и страшно. И мы в результате вот эту субкультуру, существующуюся, научную, техническую, утрачиваем потихоньку. Это будет большой проблемой человечества, если он его потеряет. Тогда вопрос на засыпку, а можно ли аналоговое перевести в цифровое без потерь? Без потерь каких-либо? Ну, можно, но я думаю, что человек, то есть или животное, или макарка, аналоговое, она цифровым не занимается. И мозг работает. Ну, с другой стороны... Аналоговое, она иногда очень часто быстрее. Если аргумент приводит, что нейроны, возбужден, не возбужден нейрон, чисто цифровое... Ну, это попытка натянуть салонную... Ну, да, да, да. Безусловно. Потому что вот в эту штуку теряем. Мне вот рассказывали про штуку, я не знаю, как она работает, мне Женя рассказывал, все слова-словы знают. Знаете, есть ураган, и тут там танки украинские армии допустил. И он выстреливает туда, вот этой штукой. Взяла, выглядела ракеты. И там сидят вот такие маленькие штуки, парашютики и на ней вот здесь такая ракета и там у нее есть система наведения формы шар формы шар и она выполняет этот шар как бы считает что преобразование фурье и сравнивается то есть аналогово чисто аналогово потому делается со скоростью света и сравнивается с картинками и он вот здесь этот парашют вращается эта штука она как бы всю поверхность вот здесь она сканирует сканирует значит она по целиком вот и здесь у них как бы вот такие фурье преобразования там есть фурье образы этих например бмб танков чего-либо еще и значит как только она видит дистанк точнее его фурье образ то она выпускает ракету и сверху этот танк украинский поражает вот например вот такая штука то есть это очень одним выстрелом урагана можно накрыть там до танковой дивизии если бы она была ну точно танковой бригады украинской но вы наши это не поведут гуманисты это по большому счету не применялись это очень удачно почему но здесь аналоговый штук там штука такая стоит на фоне шара я вот об этом сосуд уже не знаю фоне такого оптического фара шара со сложной оптикой вот я на его поражает это вот это то что надо сказать знать важно что эта штука вот это преобразование на работе скосовую света никакому цифровому а вы представьте там должен быть процесса ну по-американски все это надо разложить этот сигнал сделать цифровую работать сравнить его опять с другим то долго долго а тут и выстрелил там этих 100 ракеток таких вылетела и вот они на парашюте как она маленький кружит и как только нашли какую-то цель они тут же стартуют и его поражают вот очень удачно но это вот прелесть и аналогового преобразования как как это устроено ну и разумеется украинская армия здесь у нас это выступает в качестве подопытного материала на испытание как бы вот таких вот вещей вот это это значит такая вот эта самая вещь теперь понятие гильбертово пространство что такое гильбертово пространство бесконечное мерное пространство например совокупность всех функций гладких и бесконечных теперь что мы с этим гильбертово пространство можем сделать это означает что у него есть некий набор функций по которым ты это реагирую все эти функции можешь разложить это что означает что вообще говоря это множество дискретно тут и можешь любую функцию то есть мы берем и раскладываем любую функцию вообще в бесконечном случае это интеграл на канал заменить раскладываем по другим функциях вот например что такое знаменитое форье преобразование форье преобразование когда в качестве функции g n выступает е минус е к x вот такая экспонента в комплексном случае или синусы и косинусы синус к x синус nx и косинус к x это очень удобно почему потому что если у нас функция асимметричная то мы за сам чёртно то мы с самого начала говорим что раскладывается только по косинусам если она нечётно там с самого начала раскладывается только по синусам вот такая то штука я напоминаю что например напомню вам всем что косинус x косинус x это такая вещь косинус е и x плюс е минус и x вот его введу введу его такая комплексное выражение для косинуса почему потому что именно по косинусам это у нас и будет приобретать название здесь точно такая такая вещь то есть я всех которые в официальной литературе адресую всех безусловно потому что мы сегодня занимаемся философии а не теория гибридов в пространстве минус е минус и x на 2i ну вот чтоб специально все понимали что и это у нас и это корень из минус единицы такая вот такая вот эта вещь что я здесь самая самым главным образом вижу мы видим что у нас есть как бы эмега преобразования и она позволяет устроить любой функцию разложить по вот этим гармоническим вещам почему она важна потому что функции то есть сигнала в теории сигнал часто бывает периодически а это как раз очень удобно что у нас тогда это оказывается оказывается на практике если у нас есть какой-то сложный периодический сигнал ну например какой-то сложный периодический сигнал мы берем мы меряем погоду строим график температуры вот у нас есть температура давайте давайте попишем у нас есть температура а здесь у нас есть время она будет как-то там меняться и когда меняться будет вот здесь зима соответственно январь здесь какой-нибудь там июль самое интересное это функция будет примерно периодично почему потому что год период и большинство сигналов она имеет для определенного рода периодичность и нам фурье преобразование очень интересно мы взяли его разложили вот такое преобразование а потом смотрим что вот эти коэффициенты они существенно только в двух трех местах допустим то есть у нас есть например оказывается что мы можем ограничиться представлением фурьета синус x плюс косинус x там с какими-то коэффициентами и плюс скажем синус 2x косинус 2x еще 3x допустим вот такая ситуация это что означает что мы можем нарисовать как бы график его в трех палках фундаментальный мы можем нарисовать то есть вот совокупность вот таких коэффициент будет как бы фурье образом функции если у нас вот такие гармонические вещи представлены но они вообще говоря всегда не абсолютно негармонические теперь гипотеза которая она делается что делает тем нашим первоначальным сигналом сознание как она работает восприятие она на самом деле устраивает некоторые разложения вот в такого года ряд то есть в нем прошиты определенного рода на совокупность вот таких функций 50 100 вот на математическом языке на самом деле осуществляется некоторое разложение вот этой функции которая была сигнала вот на таком языке и мы в результате имеем оси 50 то 50 коэффициентов sn соответственно 50 таких функций они не обязательно ортогональны вообще говоря в этом пространстве этот балл здесь ортогональны то есть g1 мера на g2 их скажем там то что является мерой там интегралами что-то равен нулю там g3 на g2 тоже вообще говоря не вполне тоганально но они к этому близки это просто какая-то штука которая у нас восприятие с нами забита и мы в результате имеем ее образ не фурье вот такое восприобразование палки на разной высоты они всегда и конечно их можно таким можно нормировать вот раз у нас вот это нормирование есть тогда получается что когда мы видим какой-то предмет например женщину что такое женщина женщина это несколько палок это вот такая эта вещь что такое лошадь это тоже несколько палок и так далее 7 5 6 то есть соотношение этих палок между собой вот этими самыми самыми вещами очень интересно это оказывается что мы картинка у нас не нарисована никакая нет никакого предмета пока лошадь находящийся перед нами это будет мой второй шаг или что-либо еще но у нас есть некоторые некоторые образ разлагаемый аналоговым образом по некоторым набором функций вот он так разлагается и в нем вот это вот эта вещь оказывается и и вот это количество этих палок она значит у нас их соотношение между ними нам и задает геометрию предметов что мы можем делать с этими функциями с этими функциями кое-что можем делать ну например мы можем их вот этот x увеличивать так вот например вен раз то есть раздвигать сдвигать мы можем понять когда-то в какой-то прекрасный момент что у нас не только вот скажем по функциям синус x плюс косинус x все разлагается но гораздо удобней в том числе нам делать комбинации из этих функций синус x скажем 2x плюс косинус 3x то есть окажется если мы сделаем такую комбинацию такая палка всегда будет существенной очень вот это только комбинация а синус просто 2x и косинус 3x всегда будет ходить как бы в такой пропорции то есть эти палки соответствующим этим двум они будут всегда одинаково да то есть вы представляете себе то есть с одной стороны мы очень много чего можем сделать с другой стороны мы у нас вот эти функции те пошиты мы сразу же покидаем позицию платона мы видим что никаких резисов нет а есть некоторых вот таких прошитого прошитая такое простое это врожденное безусловно врожденное некоторое преобразование вот эти функции они как бы одни и те же у платона сколько вещей столько резисов здесь их несколько потому что все остальное получается комбинации этих палок вот скажем вот такие палки это дерево значит а вот такая палка это человек разложение первых трех трех понимаете да вот одна палка выше на другая палка меньше и это опять нам говорит очень странную вещь понимание предмета возникает до его зрительного образа как зрительный образ получится я вам сейчас расскажу это вот очень странная такая вот эта картинка понимание предмета предшествует его зрительным образом и вот надо сесть потому что пятки болят когда и мы видим что на самом деле красивая девушка есть или ели с девушки это как комбинация синуса и косинуса обучается от дерева одной палкой да чем-то еще но не одной вот например комбинация синуса и косинуса отсюда мы понимаем что например это если преобразование красоты девушки может меняться почему потому что культура нам задает начали бы по синусам подсказывались только синусы синус а потом говорится все силу 2x плюс косинус 3x все длинная тощая модель с большой грудью там большими глазами что либо еще она не прошита она не прошита она не прошита прошит на простые функции должны комбинации надо простые функции они прошли в конце меня и рубинсову маленькая коротенькая толстенькая что-либо еще вот я может быть наблюдали такую картину что еще достаточно недавно когда говорили а красавица еврейки это было противоречие определение потому что как блин что-то там такое а сейчас вот нам вот это соотношение между синусом и косинуса меняют поэтому сейчас еврейка например уже не выражается не что-то такое стрёмное вполне даже нормально тут есть элементы фокуса значит ну потому что она не показывает потерей по телевидению по по средству массовой информации без конца и мы такому типу женщины становимся уже терпимы то есть там вот этот синус и какой синус раскладывают здесь есть в этом в этом представлении о девушках некий интересный парадокс потому что я эту штуку уже там месяц так рассказываю а позавчера я читаю роман пелевина смотрителя и там есть у них есть ломоносова там всех переделали ломоносов всех переделывают итальянский манер там ну такую историю из ломоносов сделал ломоносова вот и вот он чем он занимался он раскладывал девушек в ряд фурьетов плевина так и сказано у него была одна девушка с которой он говорил очень страшная вторая которых писал чувственные письма тоже очень страшные третья вообще которая не говорила и никто не понимал но была свежа нежна и красивая с которой занимался любовью это очень и очень интересно почему но во первых он говорит примерно то же самое что я при том независимо а с другой стороны все-таки когда народ узнавал что из архангельскими все говорили ломоносов это тоже такой самый этот персонаж это самая вещь теперь дальше мы возвращаемся к тому что мы видим что понимание в каком-то смысле вот это палки да то есть вот такие номер нумерующиеся один два три четыре пять мы это значит видим что есть некая аналоговая машинка преобразования мы здесь совершенно об этой машинке не говорим о каком-то внешнем образе не в образа нет есть просто картинка на сетчатке которая преобразовывается аналоговым образом а то что мы воспринимаем эту картинку очень упрощается ну вот мы задачкой занимались такой на практике не обратили но чтобы я вам объяснял что здесь происходит банки консервные алюминиевые вот идет алюминиевая банка и нам надо понять как какая банка нормальная после пресса какой надо выкинуть выборковой как это делается вот идет банка на круглая вокруг нее проезжает этот как бы лазер инфракрасный поэтому обращу внимание простой почему инфракрасный потому что чтобы не светило в глаза то есть независимого излучения это то что происходит цеху он работает на своем диапазоне которого заведомо нету машин уже вот она его объезжает и мы тоже делаем фуе преобразования и в конце концов у тебя опять таких несколько несколько вот таких частот оказывается и мы сравниваем с неким идеалом а если нет они не соответствуют ему то подъезжает не манипулятор просто пневмоцеллина ну вот палку выкидывает банку банку выкидывает вот так то есть как бы банка вокруг не объезжает лазер дел выполняется тут же фуе преобразование представьте себе если бы нам приходилось понять понять если бы не было фуе преобразования да у этой банки вот такого у него очень много точек вот эту каждую точку по точно сравнивать это же с ума сойдешь то есть ее сканировать то можно но там когда он сканирует он поставить информацию уже в форме фуе преобразования здесь точно так же вот у тебя есть некий набор функций прошитых конечно это не функция то есть есть некоторые аналоговые процедуры которые существуют у нас при восприятии в органе чувства или где-либо еще которые превращают вот эту многообразную картинку на сетчатке это миллиарды нервных окончаний превращает там скажем в совокупность десяти двадцати чаще 5 штучек доставлено достаточно вот эту картинку вот так мы вот как бы работаем потом с ней можно работать теперь фокус очень не тривиальный который мне тоже очень нравится как сформировать образ мы же не только увидели женщину и понюхали что называется почувствовать женщины женщины нигде я возникла все таки еще и образ еще как а если у нас есть коэффициент с у нас эти коэффициенты с м скорее всего раскладываются по другим функциям берется некоторая совокупность простых функций умножается на эти с м то есть получается как бы двойное преобразование фуе вот у меня вот такая гипотеза стоит и что тогда у нас оказывается оказывается что вот из этих палок мы делаем картинку почему потому что я синус например это у нас бесконечная функция вот она на все области определено и у нас рисуется вот картинка вот здесь такое меня но и она имеет ли оно какое-то отношение к предыдущей картинке насечатки очень маленькая с одной стороны вся информация здесь сохранена абсолютно вся сохранена а с другой стороны у вас произошло двойного преобразования не вся значимая потому что значимая значимая ну практически вся значимая информация хайна а с другой совсем другое потому что ты вот эти груди же это в нем же же какие-то другие функции ты не и ты рассказываешь вполне возможно что даже на трехмерную была двухмерная а теперь трехмерная картинка и вот у тебя возникла эта странная вещь мы посмотрим если на эту картинку то увидим что это картовский мир то есть у тебя есть что-то получившегося от изображения сетчатки от информации от органов чувств а теперь его по функциям и таким по новым разложил да вот по новым функциям разложил и у тебя появилась вот такая картинка то есть возник образ образ девушки образ стола стула образ что-либо еще вот такая такая странная у нас ситуация то есть двойное преобразование фуе подобное не знаю как его назвать она приводит появление у нас вот этого странного странного образа то есть мы своими сетчаткой ушами чем-то еще воспринимаем нечто такое мы сохраняем эту информацию как значимую но эта информация не имеет никакого отношения предмету который как бы мы так нарисовали как бы мы его сделали мы очень-очень-очень странно и здесь оказывается что у тебя всегда когда ты скажем по 50 функций раскладываешься всегда будет бесконечный хвост бесконечный хвост это бесконечный фонус отсекается он нам не нужен просто перегрузить все наши каналы информации в конечном итоге потом внутри пространства на 4 ну да на 4-х мерных его определяет коэффициенты они потом перегоняют эти черточки до столбики сначала коэффициенты то есть вот эти столбики возникли то есть мы задали эти столбики потом эти столбики взяли умножили на новые какие-то функции на новые функции и мы эту картинку как развернули взяли развернули вот получился вот такой своеобразный мир то есть одной стороны мы полностью мир воспринимаем сама оптимальным образом как вот ты с этой банкой. Точно так же. Нам очень удобно, потому что у нас эволюции вот этой функции какие-то возникли во время эволюции. Не то, что нам важны. Вот я обращал внимание на собачку свою. Говорят, что там встроена эта вещь, что собаки, например, боятся морских змеев. Никогда не видели, а боятся. Почему? А у меня собака боится черепахи. Вот она в ультренере не боится, блин. Человека не боится, а черепахи боится. Хотя она больше черепахи гораздо. Тоже потому, что вы смыкающие. Тоже потому, что зашито. А там какая-то функция вот такая историческая. Она прошита. И у нее здесь показывают большой пик во твоем возложении. Большой пик показали, и она на это дело реагирует. Это очень интересно здесь попытаться понять, как животное отличается от растений. Знаменительная растительная душа у человека. У человека. У растителя. Вот у него растительная душа. Когда у тебя свет посветил, и растение туда поворачивается к нему. Вот эта сторона. То есть есть сигнал и реакция. Собачка, в своей видимости, работает не так. И дельфинчик, и кто-либо еще. Даже насекомая, по всей видимости. Она выполняет некое первоначальное разложение. Но реакция идет именно на вот этот на фурье образ. То есть на вот эти самые штуки. То есть еще не понятно, строит ли она вот такую образную картинку, как мы. Мы это точно строим потом. Ну это проблема. Если сознание у собаки строит, а она не строит. Скорее всего, строит. Мы обсуждали эту проблему в прошлом году, что когда я смотрю на лошадь, почему я ее вижу как лошадь, а если собака смотрит на лошадь, почему она должна это по-другому. То есть она может видеть по-другому. Но сам факт. Да, сам факт лошадности. А почему? Потому что вот она раскладывается так же примерно, как мы. То есть у нее по-другому суна сетчатка, у нее два вида этих колбочек. То есть она два цвета видит. Тем не менее. Тем не менее она делает вот это устройство, и у ней вот по всей видимости это тоже такой же совокупный спал. То есть, скажем, скорее всего пяти палок отношения между собой. И она как бы узнает и понимает. Притом интересно, что она раскладывает это немного иначе. И если она дорисовывает, то она дорисовывает тоже по-другому. То есть они живут в другом пространстве, если они вообще в нем живут во времени. Совсем по-другому они видят его. Вот такова вот эта картинка, которую я хотел рассказать. И вот с точки зрения позиции обработки сигнала с аналоговой. Все, что я привлекаю, это как бы представление аналоговой обработка сигнала. Я пытаюсь построить, и мы видим, что картинка, соответствующая миру Аристотеля, лучше, чем Платоновская. Потому что у Платоновского Эйдесов столько, сколько вещей. Нет. Теперь давай попробуем. Значит, Платоновские Эйдесы. У тебя здесь вообще не присутствует. Да. Так. Если появляется новое понятие у человека с историей. С палками. Несколько палок. Несколько палок. По-разному, да. Вот. А если предположить... И в конце концов, даже им становится удобнее пользоваться. Эта комбинация синус 2 икс плюс косинус 3 икс. Если предположить, что на социуме такая же функция действует, и новое понятие в социуме тоже формируется, то есть некая корреляция есть. То есть все-таки Эйдесы реализуются не в голове, а на социуме. Конечно. Только на социуме. То есть мы можем представить, что есть некое еще разложение социума как целое, и оно трансформируется как-то в палки. То есть откуда берутся палки? Да, конечно. Потому что у тебя люди начинают, и тебе все время показывают образец женщины. Тебе могут средства массовой информации и социум, где может его сменить? Да. И ты на него смотришь постоянно, а у тебя синус отдельно, косинус отдельно. Ты понимаешь, что тебе удобнее синус 2 икс плюс 3 косинус 3. Скажи так, здесь про право и Аристотель и Платон. Нет, про Аристотель совсем прав, а Платон нет. Нет. А, в смысле того, что Эйдесы существуют только в социуме, а мы не Эйдесами воспринимаем. Но благодаря Эйдесам наводятся наши разложения. То есть у нас их нет. Да, но то, что это будет, это ни в коем случае не Эйдес. Это не Эйдес. Вот этот коэффициент ЦН, он как бы не Эйдес, он такой вот цифровой, не цифровой, а такой простой в отношении с платонским миром. Тебе не нужно метапсихоз, ничего, у тебя просто зрение устроено. Таким образом, как у этой, навострилась там какая-то штука на черепаху, на дом. Да, а теперь как быть с нейроном бабушки, моей бабушки. Ну, я рассказываю. То есть накладывают, значит, измеряют активность мозга отдельного нейрона, и показывают картинку бабушке или там актрисы Холиберри. И возникает реакция только этого нейрона. И при этом в любом виде, фильм ли, там, милибранутор, либо фотографию, либо просто какое-то упоминание событий, возбуждается нейрон. Ну, это уже, наверное, по всей видимости, уже когда мы начинаем работать по языку. То есть у нее, по всей видимости, вот эта самая вот эта картинка есть, там, 50 палок или 30 палок. Ну, одна из. Оно маркируется уже чем-то, каким-то именем, и вот с именем мы потом работаем. Это другая вещь, я просто не додумал и не дошел. Ну, это работа с понятиями, а я сейчас говорю о примитивном восприятии. И тебе средство массовой информации, ты можешь картинку поменять, понимаете? Ты одну женщину показали, вторую женщину показали, третью женщину показали, а ты видишь, у тебя синус икс отдельно, косинус икс отдельно все время. И ты витомился под конец, а потом ты видишь, что тебе удобно всегда по синус 2 икс плюс косинус 3 икс раскладываться. Ну, тут вообще это еще нужно провести до современного радикального конструктивизма. Это крайняя уже степень крыльтианства и аристотилианства. Не знаю ничего. То есть, в том и суть, что нет никакой реальности, нет никакого мира, есть нечто, в чем мы существуем, и мы строим это. То есть, мы натыкались на какие-то препятствия, какие-то действия. Ну, здесь только ты зрительную информацию рассмотрел. Нужно же рассмотреть еще и то, что мы тактили, натыкаясь на что-то. Мы фиксируем это препятствие и строим, фиксируем это именно набором каких-то функций. А то, что мы потом интегрально картинку нашего сознания выстраиваем, это просто лишь бы соответствовать… Ну, эти функции, да, чтобы тебе информацию сохранить. Да, если получаешь, что… Именно картинка совсем другая. То есть, у тебя на сетчатке что-то там пощупало, а у тебя что-то нарисовалось такое. Она другая, скорее всего, сдается другим набором функций. Тоже они ортогональные, их тоже там фиксированное количество. Ну, вот это тоже гипотеза, она очень… Здесь интересный момент тот, что если бы мы функционировали только как зомби, только реагируя на разложение, нам не нужна была бы эта картинка. Да. Зачем она нам нужна? Да, конечно. Вот. То есть, это самый большой вопрос. Зачем нужна она картинка? Это следующий шаг. А следующий шаг. То есть, эта картинка… Картина бабушки, это уже дальше. Да, да. Я предполагаю, что картинка нужна для того, чтобы работала память. Без картинки у нас не будет работать память. То есть, нам нужно будет… Возможно, я тоже так думаю. Вот. То есть, это вот опыт, когда под гипнозом человеку внушают, что он что-то не видит, он обходит это. То есть, у него возникают вот эти столбики, у него возникают отсечатки, но ему внушили, что он не видит и в сознании эта картинка отсутствует. Да. И на завтра, когда его спросят, ты был в той комнате, ты ходил, все, там стола не было, не было стола. Он на него не тыкался, он действовал абсолютно точно. Он не отпулся ни разу на стол, все. То есть, вот здесь они развивают ситуацию. Да. То есть, он с центра работает, как и должен работать. Да, да, да. А вот эту картинку уже… Он не стоит. Так вот, задаем, спрашиваем, а зачем она нужна? А чтобы на завтра он вспомнил, что был стол. Иначе он не… То есть, и для памяти. Вот. То есть, если внушить, что сегодня чего-то не было, ты завтра не будешь вести себя адекватно. Да, и здесь хочу заметить, что известный факт, что воображение, память и восприятие близки между собой. Вот они и близки. Да. Ну, реально очень близки. К тебе и тебе не нужно. И мы видим, что у нас в каком-то смысле понимание процесса при происшествии к картинке. Ну, как у человека, например, с человеком из столовой под гипнозом. Он сидит находит, а не натыкается, в каком-то смысле он его видит. Но он его не видит, в том смысле, что он не рисует. Да. И тут возникает вопрос. А, да, Давид Борзе, не нужна картинка? Ну, вот нужна. Если да. А нужна для того, чтобы… Дело в том, что здесь у нас вариант – нужна память. Память могла храниться все на вход, что входит, но это же офигенные объемы. Вот. Память могли храниться эти столбики. Но их очень трудно связать между собой, потому что они ситуационные. А вот вся картинка, чтобы ее помнить, вписанность все пространство и во времени. Картинка – это и есть память, по сути. Так, да. Да. То есть, когда мы вспоминаем, мы вспоминаем картинку. Именно картинку. И если в картинке чего-то нет, мы этого не помним. Да. Фиктор говорит, что когда мы представляем себе треугольник, мы сейчас рисуем его. Поэтому зомби… Когда мы проставляем треугольник, мы рисуем его. Идем и рисуем его. Философский зомби невозможен. Он будет адекватно действовать в ситуации. Он не будет натыкаться. Он будет уворачиваться от предметов, летящих. Но на завтра он не сможет использовать этот опыт. Потому что для того, чтобы использовать этот опыт, он должен возобновить картинку. Не ситуацию он возобновляет. Он не может возобновить поток. Он не может возобновить спектр. Он может возобновить только картинку. Поэтому нужно эту картинку строить, для того, чтобы ее можно было возобновлять. Сознание нужно для памяти. Да, вот очень интересно. И у нас мы видим, что у нас пространство и время, они действительно в каком-то смысле являются прямыми формами. Потому что они возникают только здесь. Только здесь возникают. Только здесь возникают. Это как бы форма, средство, способ строения картинки. Я просто в свое время трактат «Души» произобрал, а «Души» у Ростова, для признаться, не дочитал. Было бы интересно посмотреть, но растительная душа, мы понимаем, что такое. И вот понять, где, на каком уровне, например, у животных возникают животины со картинкой, а есть же животины без картинки, наверное. А я думаю, что у всех есть. У всех есть, да? Я думаю, что у всех есть. То есть примитивный, то есть скажем так, это вопрос. А есть ли мир, в котором живет животинка, она в чем-то живет, в чем-то реагирует? На что она, скажем так, выборочно? А если выборочность есть, значит картинка есть. У улитки винограда. Семь нейронов. Да, но все равно у нее какая-то картинка есть. Но картинки может и нет у нее. Она без картинок, потому что она на целях и живет. Ну, скажем так, если нет памяти, тогда точно нет картинки. А если есть память, значит, картинка зажигается. Ну, вот у нее как бы с памятью нехорошо, по-моему. Но надо бы узнать. Они очень хорошо исследованы. Такая желатина с семи нейронов. Они такие еще большие. Электроды втыкают, издеваются. Ну, хорошо исследованы. Ну, да, картинка привыкленно такая. Все? То есть, получается, механизм одинаковый, что для лошади, что для человека восприятия? Ну, наверное, да. А чем тогда мы отличаемся? Мышление из этого мышления. Ну, если у нас одинаково устроен мозг, то какая это лошадь? Это не мозг, это как бы волос. Нет, нет, нет. Речь идет об объектах, которые мы различаем. То есть, есть объекты. Вот кто-то различает цвет, а кто-то не различает цвет. Кто-то различает что-то в ультразвуке, кто-то не различает в ультразвуке. Мы еще, кроме того, что мы различаем предмет и цвет, мы еще различаем ноумены какие-то, мысли. Они не различают. То есть, мышление, это просто оперирование. То есть, скажем, собака может оперировать какими-то вещами, каким-то примитивными ноуменами тоже можно оперировать. Мы оперируем ноуменами и еще плюс создаем им некие феноменные знаки в своем сознании. То есть, мышление отличается именно тем, что некими объектами мы оперируем лучше, чем животные. Нет, просто очень интересно. Ведь этот мир, который мы воспринимаем, этот мир за окном, от нашей картинки, которую мы создаем, может сильно отличаться. С одной стороны, мы с ним работаем как-то, а с другой стороны... Не то, что отличается, он вообще ничто. Это очень интересно. Кто знает, может его можно реконструировать каким-то образом? Ну, мы даже не знаем, сколько там размеров. Какая размерность. Это мы строим трехмерную картинку. То есть, мы скажем так, из всего этого универсума нам достаточно... Ну, это вообще не пространство и время. Да, это вообще не. Мы из этого универсума строим трехмерную картинку, в которой адекватно можем существовать. На этот счет я вспомнил одну историю. Как раз я говорил про Вальвера Сакси. Он описывал пациента со зрителями агназией. К нему привели профессора, известного музыканта, который не испытывал никаких особых затруднений в жизни. Но вот жена сказала, что в последнее время она ведет себя как-то странно. И когда врач его обследовал, выяснилось, что на самом деле у него зрительная агназия, он не воспринимает предметы. Он пытался писать предметом, что-то такое продолговатое, на конце которого что-то какое-то вроде красное, как геометрическая фигура. Он говорит, понюхайте. Он говорит, о, это роза. То есть представление о розе, о предметах у него есть, однако воспринимает исключительно какие-то отрывочные геометрические фигуры, какие-то линии. Но по этим признакам он как-то там в своем мире ориентируется. Ну вот это интересно тоже. Все это везде рассматривать на языке обобщенных фурье преобразований. Я предлагаю называть это обобщенным фурье преобразованием. У нас удивительно, что наше восприятие, точнее мы, находясь на позиции редукционизма, работает как аналоговая машинка по преобразованию сигналов. И ничем другим она не является. До той поры, пока мы начинаем. Ну это же, права иные люди уже понятны. 50 лет этим уже занимаются, ноль на выходе. Вот, цифровая вот машина. Цифровая? Да, цифровая. Но она не цифровая вот эта аналоговая. Нет, нет. Я говорю то, что она редуцируется к цифре. Да, отсюда понятно, почему компьютер не может справиться с тестом Тьюринга. Он справится уже. Ну когда пишешь что-то еще там. Настоящий тест. Плохо он справляется, когда там у тебя. Надо воспроизвести какую-то функцию, чтобы не зарегистрироваться. Вот его называют тестом Тьюринга. Не то, что Тьюринг вначале придумал вот эту комнату. Чем-либо еще. А он просто по другим функциям раскладывается. Нету изначально прошитых вот этих функций. Ну это отдельная история. Стюринги вообще считают это не про что. Ну ладно. Ну я тоже так считаю. Ну вот такая-такая-такая-такая это картинка. Ну мы сегодня говорим о картинках-картинках. И вот мы пытаемся, используя язык аналоговое преобразование сигналов, заниматься аналитической философией. То есть мы смотрим на мир, в котором есть форма, материя, что-либо еще. Я бы не сказал, что это аналитическая философия. А какая? Ну, то есть здесь очень сложно. Дело в том, что есть аналитическая философия начала 20-го века, это логоцентризм. То есть это не это. Есть аналитическая философия, современная американская аналитическая философия сознания. Это тоже не имеет к этому отношения. Они вообще материалисты в основном. Ну хотя там есть разные. Есть аналитическая философия. Но ты считаешь, что это не основная философия? Нет, нет. Ну отлично. У нас будет своя, скажем так. То есть есть аналитическая философия языка, это где-то там 60-70 годы. По-моему, аналитическая философия. А это тоже не то. То есть определить, что это какой-нибудь. Но по сути, то есть по анализу, да, аналитической. По подходу. По подходу, да. Но оно не подпадает ни под два, три, четыре различных. Ну отлично. Я просто ее не знаю. Я к человеку воспитанному, грубо говоря, в лоне философии трансцендентальной отношусь с меня не скрываем. А если говорить о современном, это под что больше всего подпадает? Это радикальный конструктивизм, это Пиаже. А что это? Пиаже. А что это такое? Не знаю. Это психолог детский, один ведущий психолог прошлого века. Он как раз и занимался, как формируются у детей с возрастом вот эти картинки. И он говорил, что это совершенно не похоже на отражение некой реальности. Действительно, они вот у них возникают, они строят. Очень аналогов почитать. Соколов. Соколов. Радикальный конструктивизм, как книга называется? Соколов или Соколов? Соколов. Не Соколов, а С. Соколов. Соколов. Хорошо. Посмотрю. Радикальный конструктивизм. Радикальный конструктивизм. У меня в математике это достаточно. Еще бы, конечно, было понятие, я это плохо знаю просто, я об этом слышал, как это на практике аналоговое преобразование как работает. Т.е. Т.е. Машины у меня в институте была аналоговая чешечистая машина. Соколов. Радикальный конструктивизм. Соколов. много функций, и разложение, здесь синус пошел на кости, вот они прямо так табло какой-то, и проводочек набирали, и входной сигнал, и разложение на выход. Да, как вот эта знаменитая наша цепочка, я знаю, конечно, а здесь у нас R. Вот сигналы здесь у нас уходят и выходят. В зависимости от того, что мы снимаем, это дифференцирующая и интегрирующая цепочка. Здесь, да, конденсатор. Это тоже аналоговая машинка, которая выполняет сложную операцию. Здесь интересный еще такой, мне пришла мысль с биологией, ассоциация, что, по сути, в организме, в человеке, два организма, две сущности, то есть это вот наша физиология, физиологическая и нервная система, это совершенно отдельный организм, это некая корпорация, колония нейронов, которые паразитизируют на нашем организме, то есть они как бы вот живут, и что, по сути, по биологической точки зрения представляет? Вот колония нейронов толкает на то или другое это тело, чтобы доставить себе пищу. Вот, и получается так, что на входе оно делает одно преобразование для того, чтобы понять, что. И дальше делает второе преобразование для организма, в котором он существует. То есть она транслирует вот то, что картинку, она для организма его транслирует. Да, то есть такая картинка наслаждения, то что надо. Да, да, да. Мы тебя жрачку, тебя заберем, а мы тебе вот такую морковку, да, красивую, такую красивую морковку нарисуем. Да, да, да. Чтобы будешь рад. То есть именно должно быть вот эти два этапа. Первый этап распознания, нейроны, то есть так работают с организмом, чтобы получить что-то, потом они их обрабатывают аналогово, выдают распознавание некоторое, а дальше для управления они строят картинку, в которой существует уже физиологическое тело. Да. То есть объяснить это в идеологии черного ящика, на вход сигнал, на выходе. Это невозможно. Вот таким прямым преобразованием, что вот есть реальный объект какой-то, мы его видим, реальный объект, мы его распознаем, пересчитываем и даем сигнал. То есть вот как роботы работают. Да, это невозможно. Да, но тем менее вот у нас есть некоторая штука, которая пространства, видимо, ничто нету. Ну, например, высота тона какого-то. Мы видим, что она по всей этой картинке транслируется, она передается. В этом смысле отличие вот всей теории от теории наговительственного. У него потому, что как-то вот эта работа, она еще и имеет отношение вот к цвету точки. То есть он говорит, что краснота как краснота невозможна. Ну и высота тона как высота тона тоже невозможна. Вот это тоже интересно. Я просто не надумал, надо взять какую-нибудь монографику от серьезного автора по аналоговой обработке где-то найти в архивах. Ну и плюс взять современные все данные по психологическим опытам и нейрофизиологии. Они ее рассветят примером. Это способ рассветить пример. А вот чтобы понять, как лучше это работает, потому что, ну, не знаю, я, например, с аналоговыми преобразованиями дальше вот этой дифференцирующей интегрирующей цепочки не имел дела по понятной причине, потому что я все-таки занимался физикой, а не обработкой данных. Это нужен действительно человек, который учил, скажем, в лиапе. Ну, они должны этим заниматься. Они этим не занимались. Но они должны делать приборы, которые обрабатывали бы данные, вначале аналогового, потом полностью перешли на цифры. Я бы так понял. То есть вера преобразования в курье может преобразовать понятие патриотизм, долг? Но не дошли до них. Да нет, возможно, я думаю. Возможно. То есть там только просто другие органы как бы входные будут? Ну, не знаю. Я думаю, что нет. Но с этим надо по-другому работать. Когда будем работать с языком, с понятиями надо разбираться с этим по-другому. Вполне возможно, что вот эта картинка... Давайте я расскажу. Про теорему Кракотельника. У тебя язык невозможен такой. Нет, возможно. Он как раз только так и возможен. Потому что ты работаешь как раз несколькими палками. Вот этим фуре преобразований. Ты с ним работаешь. Что здесь является еще интересным? Чего я хотел сказать? Забыл. То, что здесь не только оказывается ситуация, что мы часть функции отрезаем, то есть часть информации мы выкидываем. Она нам не нужна. Но то, что, когда я пытался сказать про теорему Кракотельников, вполне возможно, что здесь возникают некоторые сущности, которые связаны с функционированием самой системы. Кто его знает? Но мы это очень-очень хорошо знаем, теорему Кракотельников, что у нас как бы получалась дополнительно низкая частота. Мы там ошибались. У нас дополнительно были палки-палки-палки-палки, и здесь низкая частота, которая из работы самой машины возникает. Вот эта выполнительная, вот она такая большая. Ее как бы ставят фильтры низкой частоты и ее отсекают. Вот, допустим, вот так. С этим тоже надо разбираться. Так что, вполне возможно, подсчутывая его прокреатизм, вполне возможно, что в этой картинке, в форме, так как возникает низкая частота при обработке сигнала, возникают всякие посторонние глупости. Бог, душа. Что там у Канта еще? Бог, душа, там... Третья – это черная трансцендентная. По-настоящему трансцендентная вещь. Ну и все прочие. Ну, в том числе, патриотизм и что-либо еще. Кто его знает? А может, за этим действительно скрывается что-то имеющее субстантность? Нет, нужно не забывать еще, если мы говорим о матриотизме и Бог, душа, это уже производный социум. Да, конечно. Я говорю с самого начала, что вполне возможно, что у нас возникает что-то дополнительное, что не только у тебя хвост от Гильбертов откидывается там, но у тебя возникает еще что-то дополнительное. Вот как в теореме Котельникова задает нам в некоторых случаях получение специальной палки от соответствующей низкой частоте. Вот. И она потом будет сюда транслироваться. У нас не только... Мы стола не видим, когда она загармотизирована, но мы можем, блин, у нас могут появляться некоторые сущности. А здесь вот еще есть такой и такой способ, знаете, вполне возможно класс паразитов, который... Это уже фантастика идет. Который научился прятаться вот в этом хвосте. Взял он там, и хвост прячется. То есть мы ходим, и хвост паразитов перед нами существует, но мы его не видим, потому что он в хвосте прячется. У нас нет функций, которые его описывают. И мы живем, а тут... Снежные люди толпами, ангелы-демоны, всякие дряни и прочие. Да, 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 да. Ну как я люблю говорить вообще Насана. А мы такие довольные, хопа, 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 хопа. Тут и столы, и стулья гипнотизер. Гипнотизер нам сказал, что этого ничего нет. Мы думаем, что этого нет. А вот он здесь, он сидит, вот здесь. Каким образом у тебя идет развитие человечества? Чем отличается первобудный человек от нынешним человеком в парадигме... Мышление, мышление. Парадигма вам ничем не отличается. Вот как был он на 50-ти функциях, так на 50-ти функциях и работает. Как сначала цепровая машина до 0 и 1. Мы все бегаем голышом и не живем мамонтом. А, все так же. Какая разница. Все по-прежнему бегаем голышом и живем мамонтом. Ну, сейчас мы осознаем, скажем, какое образование хурия, а человек этого не осознавал. Ну, и нам это не помогает и не мешает. Здесь создает не человек в социуме, а человек еще выполняет маленькую функцию. Маленькую, маленькую функцию. Ты понимаешь, что ты с этими же данными можешь работать. Теория галуаства, многообразно можешь работать. Идет патриотизма, великую поэзию, что-либо еще. Но у тебя на языке восприятие не имеет никакого отношения к работе аналоговой машинке восприятия. Не имеет отношения. Это уже образ мышления. Какой-то же не передается и знание о другом компьютере. Ну, ладно, хорошо, не передает. Человек передает. Как когда первый годный человек передает? И он здесь передает. Посмотрите, почему… Если у тебя машинка работает, независимо от того… Что здесь важно? Почему мы можем сказать, что гриб вот этот красный другому человеку, даже письмо ему написали? По той истории, что он знает, что такое красное. Да? Ну, мы напишем, здесь мы поймали красный гриб с белой мете, мы что-то к ней талили, имели экстаз. Ну, вот. Там есть тоже какие-то неопределенные проблемы. Я об этом буду рассказывать. Я работку, пока был на костылях, одну выполнил. Но я ее тоже не додумал и к ней не возвращался. Я сидел здесь, а мама писала лицензию на своего аспиранта, который защищал работу как раз от слепых. А, от глухих, от глухих. Они ставили человека на такую полиэтиленовую штуку, и она тряслась под ней. Я не должен был сохранять эту картинку, смотреть мир. Ну, нормальный человек даже если закрыть глаза, он стоит, но хотя бы он покачивается. Покачивается. А этот сразу же падал, глухой человек. Глухой человек падал. Ну, там же республика наборатывал в ухе. Да. Он падал. И очень интересно, это все пустяки, это все десятаться написали. Ну, почему я не мог от этого убежать тогда на костылях? О том, что машинка эта, которая подключена к этой полиэтиленовой штуке, она делала форме преобразования и строила спектр. И оказывается, что у здорового человека этот спектр, когда он стоит, например, на ней, гораздо более сложный и устроен. А для человека глухого всего две трепалки. То есть он совершает некий набор посты движений. А человек не глухой, он воспринимает гораздо большее движение. Это удивительный результат. Делается машинка, вроде бы, достаточно дешевая. Это показывает, что любой сейчас человек занимает прокладной психологией или что-то еще, может получить значимые результаты. Но тут еще нужно образование, потому что никто из них, конечно... Я-то когда этот спектр увидел, я сразу же думаю, о! Загорелся же интересом к этой проблеме. А для них это пустой звук. Они еще такое преобразование, просто не знают. Ну что, человек закончил физкультурный факультет, решил стать этим физиологом и психологом. Хопа, и пишет что-то. Чертат защитил. Ну все, хлопаем.